5 действий, которые помогают нервным клеткам восстанавливаться Несмотря на то, что нейрогенез долгое время считался невозможным, то есть ученые думали, что восстановить утраченные нейроны нельзя, на самом деле это оказалось не так. Нужно только следовать здоровым привычкам. Нейрогенез – это поистине замечательный процесс, посредством которого наш мозг может стимулировать создание новых нейронов и их соединений. Возможно, вам покажется это несколько противоречиво, ведь еще совсем недавно в научных кругах активно поддерживалась идея о том, что с возрастом человеческий мозг теряет свои нервные клетки, они просто разрушаются, и последствия этим необратимы. Более того, предполагалось, что травма или злоупотребление алкоголем обрекали человека на неизбежную потерю гибкости сознания, маневренность и активность мозга, которая характеризует здорового человека, придерживающегося здоровых же привычек. Но сегодня уже сделан шаг по направлению к слову, которое вселяет в нас надежду. И слово это – нейропластичность. Да, это абсолютная правда, что с возрастом наш мозг меняется, его повреждения и вредные привычки алкоголь-табак наносят ему вред, но мозг обладает способностью к регенерации, он может вновь создавать нервные ткани и мостки, связанные между ними. Но для того, чтобы это удивительное действие случилось, нужно, чтобы человек действовал, чтобы он был активным и всячески стимулировал природные способности своего мозга. Все, что вы делаете, а о чем вы думаете, реорганизует ваш мозг, человеческий мозг весит всего килограмм-полтора и при этом потребляет почти 20% всей имеющейся в организме энергии. Все, что мы делаем, читаем, изучаем или даже просто разговариваем с кем-то, вызывает удивительные изменения в структуре мозга. То есть абсолютно все, что мы делаем и что думаем, идет на пользу, если наша повседневная жизнь наполнена стрессом или тревогами, которые буквально захватывают нас, то, как правило, такие регионы, как Гиппокамп, связанные с памятью, неизмежно поражаются. Мозг подобен скультуре, которая формируется из наших эмоций, мыслей, действий и ежедневных привычек. Такая внутренняя карта требует огромного количества ссылок, связей мостов и магистралей, а также сильных импульсов, которые позволяют нам оставаться на связи с реальностью. Далее мы постараемся объяснить, как повысить свое качество жизни, сосредоточившись на здоровье мозга. Пять принципов для стимулирования нейрогенеза. Физические упражнения, физическая активность и нейрогенез напрямую связаны. Всякий раз, как мы заставляем работать свое тело, будь то прогулка, плавание или тренировка в тренажерном зале, мы способствуем оксигенации своего мозга, то есть насыщением его кислородом. В дополнение к тому, что к мозгу приливает более чистый и более насыщенный кислород в кровь, стимулируется еще и выработка эндорфина. Эндорфины улучшают наше настроение и таким образом позволяют бороться со стрессом, позволяя укреплять многие нервные структуры. Другими словами, любая деятельность, которая снижает уровень стресса, способствует нейрогенезу. Вам остается лишь найти подходящий вид занятий – танцы, ходьба, езда на велосипеде или более другой. Гибкий ум – сильный мозг. Существует множество способов поддержания гибкости ума. Для этого его нужно стараться поддерживать в режиме бодрствования. Тогда он будет способен быстро обрабатывать все входящие данные, которые поступают из окружающей среды. Добиться этого можно при помощи различных занятий, оставляя в стороне вышелкоменты и физические нагрузки. Отметим следующее. Чтение. Читайте каждый день. Это поддерживает ваш интерес и любознательность ко всему происходящему вокруг и к новым дисциплинам в частности. Изучение иностранного языка. Игра на музыкальном инструменте, критическое восприятие вещей, поиски правды, открытость ума, восприимчивость ко всему окружающему, социализация, путешествия, открытие и увлечения. Рацион питания. Одним из главных врагов для здоровья мозга является пища, богатая насыщенными жирами. Потребление полуфабрикатов и ненатуральных продуктов питание замедляет нейрогенез. Очень важно стараться придерживаться низкокалорийной диеты. Но при этом питание должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы не было дефицита питательных веществ. Всегда помните, что наш мозг нуждается в энергии и по утрам, к примеру, он будет нам очень благодарен за что-нибудь сладенькое. Тем не менее, эту глюкозу желательно предоставить ему посредством кусочка фрукта или темного шоколада, ложечкой меда или чашки овсянки. А продукты, богатые жирными кислотами, омега-3, несомненно, являются наиболее подходящим для поддержания и активизации нейрогенеза. Секс тоже помогает. Секс еще один великий архитектор нашего мозга, естественный двигатель нейрогенеза. Не можете угадать причину такой связи? А дело вот в чем. Секс не только снимает напряжение и регулирует стресс, но и обеспечивает нас мощным энергетическим зарядом, который стимулирует отделы мозга, отвечающие за память. А такие гормоны, как серотонин, дофамин или окситоцин, вырабатываемые в моменты половой близости с партнером, идут на пользу для создания новых нервных клеток. Медитация – это пятый. Польза медитации для нашего мозга неоспорима. Эффект настолько же удивителен, настолько и прекрасен. Медитация способствует развитию определенных познавательных их способностей, а именно вниманию, памяти и концентрации. Она позволяет нам лучше понимать реальность и правильно направлять свои тревоги, управлять стрессом. Во время медитации наш мозг работает в другом ритме. Он производит более высокие альфа-волны, которые постепенно генерируют гамма-волны. Данный тип волн способствует расслаблению, одновременно стимулируя нейрогенез и нейронную связь. Несмотря на то, что медитировать нужно научиться, это займет какое-то время. Обязательно сделайте это так, как это прекрасный подарок для вашего ума и общего благополучия. В заключении отметим, что все эти пять принципов, о которых мы говорили, на самом деле вовсе не так сложны, как можно было предположить. Попробуйте реализовать их на практике и позаботьтесь о здоровье своего мозга. Данная информация была подготовлена при помощи паблика в фейсбуке «Полезные новости». С вами был Олег Забугорский и Анна Забугорская. Продолжение следует...